Всем привет, парни! С вами Константин Лазарев и вы на канале Лазарев Тактикл. Не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы платформа напоминала вам, когда у меня выходит новое видео. А я должен с прискорбием и с сожалению сообщить вам, что сегодня заключительная, самая крайняя серия моего видеоцикла «Снайперский калаш», в котором я напомню, я попытался максимально реализовать потенциал платформы АК и показать, что на базе любого карабина или автомата Калашникова в теории можно создать относительно высокоточное оружие, которое будет укладываться в концепцию работы пехотного снайпера или Маркстона. Более подробно об этой концепции можно посмотреть в самом первом вводном видео данного видеоцикла по ссылке в описании, либо по подсказке. Если кто вдруг это видео еще не смотрел, то очень прошу вас обязательно посмотреть, во-первых, чтобы понимать откуда, что называется. Уши растут, да, у моей концепции. Вот, а во-вторых, мне интересно знать ваше мнение, насколько вы считаете эта концепция жизнеспособна и оправдана. Так что буду ждать ваших комментариев. И в сегодняшнем крайнем выпуске мы поговорим о несущем шасси, которое создает базу для установки любого необходимого дополнительного оборудования. Итак, друзья, начнем. И в первую очередь я предлагаю вам в очередной раз взглянуть на мой роскошный ТГ-2. Обратите внимание, что карабин мой не штатного черного цвета, он покрашен в один из многочисленнейших оттенков койота. Вот сейчас я прочитаю, добрые люди мне просто скинули, как это называется. Это называется, во-первых, краска цирракот, цвет называется H30118 Federal Standard Field Dreads, FS Field Dreads. У меня уже есть опыт кастомной покраски оружия, и поэтому предвижу многочисленные вопросы, как, чего и что. Вам нужно обратиться в компанию Tactical Colors и сказать им, хотим, как у Лазарева. И будет вам счастье, вам сделают все, что захотите. На самом деле работа была проделана очень серьезно, я результатом полностью доволен. Чтобы вы понимали, Tactical Colors на сегодняшний день это компания, которая занимает, ну, реально лидирующие позиции в области покраски оружия. Ну, в том числе, кстати, они осуществляют и сам тюнинг оружия, поэтому, собственно, с такими запросами к ним тоже можно обращаться. И я видел у них самые разные хотелки от заказчиков, и, в общем-то, не было еще заказов, с которыми они не могли бы справиться. Честно скажу, если с процессом тюнинга я более-менее знаком, то вот с процессом покраски, ну, более-менее близко, я столкнулся впервые. И, честно говоря, я был удивлен, насколько это, мягко говоря, непростой процесс, потому что, оказывается, для того, чтобы грамотно покрасить оружие, прям вот по красоте, чтобы все было, да, во-первых, нужно разную краску подбирать под разные элементы тюнинга, в зависимости от того, насколько тот или иной элемент оружия греется, температура, прежде всего, да, ну, и плюс, оказывается, практически, ну, во-первых, все оружие нужно полностью, там, практически до винтика, до болтика разобрать, и не только само оружие, но и элементы тюнинга, многие из которых достаточно такие, знаете, сложные и многососновные, их тоже нужно полностью разобрать, чтобы все грамотно, красиво покрасить, чтобы нигде не было никаких провалов, ничего. То есть, работа, на мой взгляд, ну, просто колоссальная. Ну, знаете, как говорят, да, в авиации, хорошо летать может только красивый самолет, я считаю, что, в общем-то, с оружием это все тоже применимо, хорошо стрелять может только красивое оружие, ну, как говорится, для начала это красиво. Ну, а если серьезно, то, на самом деле, конечно, сегодня покраска оружия, это уже не роскошь, а насущная необходимость. Ну, это, конечно, если речь идет о служебно-боевом применении, потому что, на самом деле, покрытие оружия какой-либо краской, это, прежде всего, попытка максимально разбить силуэт стрелка и его оружие, чтобы они могли полностью скрыться, слиться с местностью и скрыться от глаз противника. Это, как раз, в том числе, укладывается в концепцию работы того самого пехотного снайпера, про которого я говорил в своем первом вводном видео, его, конечно же, можно посмотреть по ссылке в описании, то есть, таким образом стрелок, ну, максимально повышает свои шансы на выживаемость и, ну, в какой-то мере уберегает себя от ответного огня противника. Моим вдохновением именно для такой схемы покраски, для такой цветовой схемы послужила одна из многочисленных фотографий СВЧ снайперской винтовки Чукаевной, их, на самом деле, достаточно много в интернете, я решил сделать себе свою собственную СВЧ, да? Но, на самом деле, СВЧ – это такая некая квинтэссенция марксмановского оружия, то есть, это винтовка, которая, в общем-то, всем требованиям к такому оружию отвечает. У меня есть уже несколько сюжетов, в которых можно об этой винтовке поподробнее посмотреть. Я думаю, что я сделаю в ближайшее время отдельный, достаточно большой сюжет, посвященный именно этой винтовке, поэтому не пропустите, не забывайте подписываться и, как говорится, ставить колокольчик. Еще раз, опять же, хочу сказать большое спасибо компании Tactical Colors за проделанную работу, и напоминаю, что если вдруг вы захотите себя так же, то приходите к ним, говорите нам, как у Лазарева, они все знают. Продолжим. И далее поговорим об элементе тюнинга, критически важном для любой сборки, на которой планируется установка какой-либо оптики, будь то коллиматор, магнифайер или оптический прицел, как в случае, допустим, с моей сборкой. У меня на карабине для этих целей установлена крышка ствольной коробки PDC от Fab Defense. Напомню, что эксклюзивным представителем марки на территории Российской Федерации является компания Rus Defense. Спасибо им большое за предоставленное оборудование. Я уже рассказывал о других элементах тюнинга этого производителя на моем карабине. Как я уже сказал, крепление оптики на оружие – это очень-очень важный момент. И выбор типа и метода крепления, собственно, самого устройства, изделия, которое будет эту оптику держать, это на самом деле очень важный и сложный момент по многим причинам, начиная от функционала и заканчивая вкусовщиной, говорю, да? Почему я выбрал именно эту крышку ствольной коробки? С уже пристреленным прицелом эту крышку можно снять, потом снова поставить, и прицел у вас будет держать СТП. То есть эта крышка позволяет установленную оптику снимать, ставить обратно, и пульки у вас будут лететь в том же самом направлении. На самом деле фокус со снятием и последующей установкой этой крышки проделали такое большое количество уже блогеров в интернете, что я вам даже не буду такой тест проводить. Я думаю, все вы и так знаете, что крышка все держит. Это просто на самом деле достаточно долго, надо снимать одним дублем, чтобы все поверили. Ну, просто имейте в виду, она работает, я проверил. Меня все устроило. Эта крышка выполнена методом фрезерования из единого куска авиационного алюминия. И сама вот эта вот длинная рельса, планка Пикатинни, это не дополнительный элемент, это все одна единая деталь. Никаких люфтов, никакого смещения осей, никакие другие прочие механические изменения не могут просто чисто физически произойти с оптикой, которая установлена на этой крышке. И поэтому это все позволяет оптике держать СТП после снятия и последующей установки на оружие. На планке 18 Пикатинни шагов, чего хватает, в общем-то, для установки практически любого необходимого вам прицельного комплекса. Как видите, достаточно такой габаритный прицел у меня установлен, и места хватило. Я мог бы поставить, в принципе, сюда и коллиматор, и какой-то магнифайер. Да, то есть, в общем-то, крышка позволяет вам поставить все, что нужно. Основная фишка крышки затворной коробки AK PDC, конечно же, механизм фиксации, зацеп, в который при монтаже щелчком входит клавиша-фиксатор крышки затворной коробки. Зацеп по резьбе при движении винта с рельефной деталью подается вверх, фланет же прижимает тыловую часть крышки вниз к затворной коробке. Винт от самостоятельного раскручивания при стрельбе выщищен. Данное изделие спереди имеет еще один элемент крепления, который значительно понижает риск люфта. Это подпружиненная лапка, которая заводится под штатный прицел. Установка крышки AK PDC, возможно, на любой практически карабин системы AK, она не требует каких-то, какого-либо вообще инструмента, не требует демонтажа каких-то деталей, помимо непосредственно штатной крышки ствольной коробки. Для того, чтобы ее установить нужно, соответственно, процесс установки простейший, сейчас я его продемонстрирую. Чтобы установить крышку AK PDC, снимаем штатную крышку ствольной коробки, поднимаем целик, ну, я подниму его полностью, да, соответственно, его можно просто приподнять. Заводим вот эту переднюю лапку, так, чтобы она встала над целиком, вошла в паз, и давим заднюю часть на возвратную пружину. Все, возвратная пружина у нас зашла в окошко сзади, теперь нам нужно просто прикрутить вот этим фиксатором. Все, прикрутили, крышка стоит намертво, прицел у нас уже никуда не денется. Благодаря вот этому вот запатентованному механизму фиксации, крышка обеспечивает стабильное СТП, даже в случае ее снятия и последующей установки. Деинсталляция оптики с оружием, это, на самом деле, достаточно больной вопрос, но делать это периодически нужно, хотя бы для того, чтобы почистить оружие, ну, или выполнить какие-либо еще манипуляции с ним. И, скажем так, если после снятия установки оружие приходится перепристреливать, ну, это, согласитесь, очень неудобно. Эта крышка как раз и обеспечивает то, что оружие не нужно перепристреливать после снятия и установки. И, помимо того, что это удобно в случае, если вы чистите оружие, поверьте мне, вы добрым словом вспомните тех, кто такое придумал, когда будете ставить свой калаш в сейф. Потому что, вот, допустим, в особенности с установленной оптикой не во всякий сейф, не всякий калаш влезает. В данном случае можно оптику снять и, в общем-то, вы порадуетесь, когда спокойно сможете поставить свой калашик в его хранилище. Крышка AK-5C свободно устанавливается на большинство полноразмерных моделей оружия на базе платформы AK. Однако, на укороченные модели, на некоторые, крышка может не вставать. И вот нужно предварительно уточнять перед установкой, на какие модели она именно подходит, а на какие может не подойти. Напомню, что это была крышка AK-5C, предоставленная компанией Rus Defense, за что им, конечно же, как всегда, огромное спасибо. Продолжим разговор про несущее шасси и, помимо крышки ствольной коробки, данную функцию, то есть размещение необходимого дополнительного оборудования, у меня выполняет комплект вывышенного цевья Optimus от компании Arms Russian Tuning Group, Arms RTG. Большое вам спасибо за изделие. Данный комплект состоит из цевья и газовой трубки. Накладка на газовую трубку, тут функции совмещены, да? С планкой Пикатинни. Давайте начнем с цевья. Прежде всего, почему мне понравилось именно это цевье, именно данная модель, это огромное количество посадочных мест, на которых можно разместить практически любое количество необходимого дополнительного оборудования. Вот вы видите, я сейчас поставил все, что, в принципе, может пригодиться как в работе снайпера, так и в работе какого-то штурмовика. И, в общем-то, как вы видите, огромное количество дополнительного места еще осталось, если вы вдруг захотите что-то еще сюда поставить. Как цевье, так и трубка выполнены из авиационного алюминия. Само цевье имеет большое количество креплений под М-Лок, куда какое-то оборудование можно устанавливать как через крепление М-Лок, также сюда можно поставить, как видите, планочки Пикатинни и уже на них что-то ставить. Само цевье выполнено без планов Пикатинни штатно, то есть оно достаточно гладкое, что удобно, если вы захотите за цевье удерживать оружие просто как, ну, за цевье, то есть просто за него держаться, а не размещать на нем какое-то дополнительное оборудование. То есть в случае с планками Пикатинни они бы врезались там в руки, было бы неудобно, а тут, пожалуйста, хватать. Просто видите, у меня тут понарешено всего. Это достаточно сложно продемонстрировать. Также вот смотрите, за счет того, что цевье достаточно длинное, при желании вы можете даже такой очень-очень длинный хват сформировать, то есть вот вплоть до такого, вот мне удобно нравится вот так вот удерживать, то есть можно и клавиши ЛЦУ сразу прожимать, то есть в принципе вот такой вот, если вы собираетесь работать как с карабином. Как я уже сказал, для меня основополагающим фактором было большое количество посадочных мест, которые штатно есть на цевье Плюс, именно модель Оптимус имеет, смотрите, в передней части еще дополнительный вот этот вот элемент. Он есть далеко не на всех таких длинных цевях, да, и собственно, чем меня именно Оптимус и заинтересовал. То есть вот сюда можно поставить еще одну коротенькую, к примеру, планочку Пикатинни и разместить, к примеру, тот же самый ЛЦУ. Если вдруг захотите, я просто не стал ставить, чтобы вам как раз вот это вот место и показать. Вообще, в этом цевье реализовано очень много интересных технических решений, которые мне понравились и, собственно, из-за которых я и захотел его поставить. Цевье устанавливается через закладную. Закладная имеет в своей конструкции элемент чем-то похожий на радиатор. Благодаря этому обеспечивается дополнительное охлаждение ствола, что, как вы понимаете, положительно сказывается на результатах стрельбы. Закладная минимально контактирует со стволом, что, опять же, обеспечивает минимальное количество паразитных вибраций, передаваемых на ствол. И таким образом цевье получается вывешенным. Вывешенное цевье – это повышение кучности стрельбы и повторяемости выстрела. Это качество, необходимое прежде всего на оружие, из которого предполагается вести какой-то высокоточный огонь. А именно это я и пытался сделать, когда на базе своего ТГ-2 я показал, как по максимуму можно реализовать потенциал платформы АК и позволить стрелку по максимуму использовать возможности его карабина и бы припаса, который он применяет. Грубо говоря, та сборка, которую я вам показываю, она позволяет взять любой карабин АК и посредством даже не вот этого конкретного набора тюнинга, а самой идеи превратить оружие в более универсальный, во-первых, прибор, а во-вторых, максимально выжать возможность самого патрона и позволить стрелку делать как можно более точные выстрелы, которые он, кроме этого, сможет еще и корректировать. И поэтому вот именно это цевье я в данной сборке и использовал. Еще один плюс данного цевья, поскольку оно получается вывешенным, стрелок само цевье может использовать как упор. Я объясню, почему я на этом акцентирую внимание. Я недавно присутствовал при выполнении одного упражнения из автомата Калашникова. Стрелок должен быть на расстоянии 300 метров поразить гонг. И по условиям выполнения задания он должен был это делать с упора определенного. Естественно, стрельба на 300 метров это достаточно такая, ну, нетривиальная задача, скажем так, для автомата Калашникова. И стрелок на упор свое оружие положил стволом. И у него прям, ну, не летело. Было видно, что вот у него прям реально не летит. Это из-за того, что если автомат Калашникова упирать стволом в какой-либо упор, там возникают вот эти вот, ну, практически волнообразные деформации ствола. И пуля летит совсем не туда, куда вы захотите. Так вот, цевье позволяет, по сути, делать то же самое. То есть, в принципе, опираться стволом на этот упор. Но в данном случае на ствол не будут передаваться вот эти вот волнообразные колебания. И стрельба будет более точной. То есть, даже если у вас нету сошек, но есть какой-то упор, и вам, ну, неудобно, скажем так, на цевье оружие ставить, да. Вот опять же, в этом большой плюс этого цевья. Его можно уже само по себе использовать как упор. Ну, не как сошки, конечно. Но, все-таки, то есть, избежать вот этих паразитных вибраций, от которых, прежде всего, все пытаются любыми способами избавиться. Это, прежде всего, как я уже сказал, актуально именно для оружия высокоточного, которое я и пытаюсь создать на базе АК. Кроме того, смотрите, еще одна интересная особенность, как говорится, мелочь, а приятно. У данного цевья есть вот такое вот окошко выфрезерное, видите, да? Вот я его сейчас показываю. Это окошко позволяет устанавливать такое цевье на любую модель АК с антабкой, вот с этой вот, да, не удаляя и не срезая эту антабку. Потому что, на самом деле, есть цевья, которые можно установить, только эту антабку удалив. Я вам могу сказать, что далеко не каждый гражданский стрелок свое личное, личное оружие решится таким образом модернизировать и спиливать эту антабку. А уж военнослужащего за порчу штатного автомата начальство может отругать самыми нехорошими словами. И не только отругать, и не только словами, что называется. Поэтому это, как я уже сказал, мелочь, а приятно. Очень полезно может быть. Именно при установке данного цевья на какое-то боевое оружие. Далее. Следующий элемент вот этого комплекта вывешенного цевья «Оптимус» – это газовая трубка, которая устанавливается на место штатной газовой трубки. И помимо функции удержания, обеспечивает также и функцию размещения на этой газовой трубке какого-то дополнительного оборудования за счет планки «Пикатинни», которая, опять же, является единым элементом, поскольку и газовая трубка, и сама планка «Пикатинни» – это единая деталь из авиационного алюминия, из которой уже был выфрезерен вот этот элемент тюнинга. Сюда можно поставить ЛЦУ, фонарь, даже прицел, если необходимо, какую-то насадку. Ни люфтов, ничего не будет за счет единой конструкции, за счет жесткой фиксации на четыре винта. Еще у этой трубки есть одна интересная особенность, которая мне тоже понравилась. Вот сейчас здесь, на этом месте, соответственно, установлен ЛЦУ, но у штатной трубки газоотводной автомата «Калашникова» в месте присоединения трубки к газоотводу происходит прорыв пороховых газов. Ну, это такой своеобразный газосброс, выполнен в АК, да, в штатном виде. И поэтому, если вдруг вы случайно схватитесь в этом месте, если стреляете длинным хватом, схватитесь рукой, то газо очень сильно вам по руке ударит, можно вплоть до ожога получить. В этой крышке прилегания плотно и прорыва газов не происходит. Газосброс выполнен за счет двух рядов отверстий, которые просверлены внизу газовой трубки. Сейчас вы на видео можете посмотреть картинку, как это выглядит. И за счет этого можно в том числе хвататься вот таким вот длинным хватом, не опасаясь за то, что у вас произойдет ожог. Очень удобно. Скрепляется вместе, воедино, весь комплект «Оптимус» десятью винтами. Два вот здесь, соответственно, по бокам здесь, два здесь. Четыре винта идут для крепления газовой трубки к цевью. И еще четырьмя винтами прикручивается вот этот вот передний элемент, обеспечивающий вот эту вот верхнюю грань на цевье. Это, напомню, комплект вывешенного цевья «Оптимус» от компании «Армс» Russian Tuning Group. «Армс» РТГ. Спасибо им большое за предоставленное оборудование. Парни, ну а у меня на сегодня все. И я должен с легкой грустью вам сообщить, что на этом завершается мой достаточно большой и для меня очень непростой мой видеоцикл «Снайперский калаш», в котором я, напомню, попытался на базе платформы АК создать такую некую очень вольную вариацию оружия Марксмена. И таким образом максимально реализовать потенциал платформы АК, чтобы на базе любого карабина, независимого автомата, даже ручного пулемета, можно было создать относительно высокоточное оружие, которое помимо своей штатной функции, как оружия, скажем так, штурмового, сможет еще выполнять функцию высокоточного оружия, ну такой условной марксминской винтовки. Я, кстати, говорил, почему РПК для создания такой сборки чуть ли не самый идеальный вариант. Если интересно, пройдите по ссылке и посмотрите самый первый ролик. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой концепции, что вы думаете по этой сборке, что в этой сборке понравилось вам больше всего, какой элемент больше всего заинтересовал. И что вы думаете, естественно, прежде всего о концепции, насколько она жизнеспособна. Если среди моих зрителей есть вежливые пользователи, у которых есть реальный опыт применения, то, конечно же, тоже обязательно поделитесь своим мнением, мне будет очень интересно почитать. Ну а на сегодня это все. Я напоминаю, что вам нужно обязательно подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Ну и еще, конечно же, поставьте лайк и напишите что-нибудь жизнеутверждающее в комментариях. На сегодня это все. С вами был Константин Лазарев, и вы были на канале Лазарев Тактикл. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok